Новый вице-премьер Марат Хуснулин поддержал идею всероссийской реновации жилья. Соответствующий законопроект в Думу уже внесен. Как притворить эту идею в жизни и где взять деньги? А теперь о реновации всей страны. Вице-премьер Марат Хуснулин поддержал идею всероссийской реновации жилья. Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат от «Справедливая Россия». Как и главное, на какие деньги воплотить эту инициативу в жизнь? Алексей Доронин продолжит. После начала реновации в Москве реализация проекта в регионах для многих была лишь вопросом времени. Как отмечала один из инициаторов законопроекта депутат Галина Хованская, в обновлении жилья нуждаются как минимум 30 регионов страны. Взять хотя бы Екатеринбург. Даже в столице Урала доля ветхих хрущевок составляет около 15% всего жилого фонда. И при нынешних темпах застройки для расселения жильцов потребовалось бы примерно 500 лет. Москва только за 4 года потратит на проект реновации более 400 миллиардов рублей. Понятно, что у регионов таких денег нет. Поэтому законопроект предлагает поделить проекты реновации в регионах на бюджетные и инвестиционные, комментирует президент фонда Институт экономики города Надежда Косарева. Я к этой идее относуюсь очень положительно, потому что потребность в реновации жилищного фонда огромная и даже более актуальна для других городов, нежели для Москвы. В других городах есть гораздо более ветхий, морально устаревший, аварийный жилищный фонд, который требует реновации еще более срочной. Конечно, Москва обладает бюджетными возможностями для того, чтобы начать такую программу. А что касается финансовых моделей в других городах, например, для Екатеринбурга, для Ростова-на-Дону, земля в этих районах очень дорогая. И цены на жилье в крупных городах достаточно и в таких районах, чтобы окупить такие проекты, иногда даже вообще без использования бюджетных средств. Как уже заявлял новый вице-премьер Марат Хуснулин, реновация в регионах потребует колоссальных средств. Поэтому отработку проекта можно начать на крупных городах страны. Фигура Хуснулина как идеолога, так и практика всероссийской реновации выглядит логично. Во-первых, московский проект – это во многом его заслуга. Кроме того, вице-премьер известен и благодаря успешной жилищной застройке в Татарстане. Да и проект всероссийского масштаба в связке с главой Минстроя Якушевым вполне может принести плоды. Однако у регионов есть своя специфика, отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Идея эта возникла давно, и под эту идею господин Хуснулин получил как раз пост вице-премьера. Сейчас и профильный вице-премьер господин Хуснулин, и профильный министр господин Якушев, они представляют интересы бенефицаров столичной реновации, и, соответственно, будут сейчас реализовывать их неформальный мандат на распространение этого на территорию всей России. Для того, чтобы ответить, что население в итоге получит от реализации этой инициативы, следует понимать, что в Москве гораздо больше денег, и в Москве действует такая замороженная ситуация нулевых, когда все проблемы заливаются деньгами, в том числе и социальные. У других регионов таких огромных денег не будет, даже если это регионы с профицитным бюджетом. Сегодня строительная отрасль обеспечивает 17% доходов Москвы, и темпы, а также ресурсы, направленные на возведение нового жилья, сильно укропнили рынок. Реновация в масштабах всей страны позволит избежать спада в этом секторе. Однако пока ресурсов для столь масштабного проекта в регионах нет, считает член Совета директоров АО «Моспроект» Алексей Шепель. То, что в Москве загружены строительные предприятия, это честь и хвала, это подвиг этих руководителей. Таких производственных мощностей, строительных, в каждом самом дальнем регионе, их просто нет. Их надо создавать, над ними надо долго работать, профессионалов нет. И это масштабная всероссийская реновация. Если она будет сделана бюджетными средствами, то просто мы ее будем делать сто лет. Вопрос, как найти этих частных инвесторов, о которых так часто говорят законотворцы. Важно и то, как выстроить диалог с жителями. Ведь даже в Москве с тем, как проходит реновация, были согласны далеко не все.